Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в Европе Следующее. Нарушение чувствительности в области бедер Ну, как всегда, бедра, анатомия вам помощь Посмотрите, как они располагаются на нашем с вами теле Кто еще не знает? Ну, а те, кто знает У любого человека может быть проявление онемения в области бедер Либо человек получил травму Эта травма дает о себе знать Почему? Потому что остается след от травмы на энергетическом теле человека Дай Бог только человеку, что вытеснить эту энергетику с организма Человек получил ушиб бедра Человек частенько устает после ходьбы И именно усталость бьет на бедра Ну и, конечно же, это всеразличное онемение И непонятное присутствие какого-то там, скажем так Чего хочется помассажировать Чаще всего это касается женского пола Но не только Западная медицина нам говорит, что больше всего Причину при всеразличных нарушениях чувствительности бедер Нужно искать в позвоночном столбе Я с вами соглашусь Почему? Потому что данный меридиан, мы смотрим Почек контролирует поясничные позвонки Потому они могут что? Данный меридиан не выполняет функцию Поясничные позвонки могут не получать энергию природную Вследствие чего? Что? Слабость, вялость, либо воспаленность Это отражается на состоянии бедер Что необходимо сделать человеку? Ну конечно же сделать диагностику 12 меридианов И помнить, что почки работают вместе с меридианом мочевого пузыря Согласно теории УСИН И если вы внимательно посмотрите Как меридиан мочевого пузыря простирается по нашему с вами телу Вы сразу же поймете Откуда берется заболевание позвоночного столба Которое тянуть за собой И нарушение чувствительности бедер И боли в бедрах И ломоту, и онемение, и так далее И тому подобное Пожалуйста, помните, уважаемые зрители Я отвлекусь и скажу, что восточная медицина Она требует от нас объединения знаний Но ни в коем разе не разделения Помните, что восточная медицина это наука Исследование И как мы, восточные философы, говорили всегда Тот, кто сможет объединить все энергии Он сможет этими энергиями, чтобы руководить Вот нельзя что-то в восточной медицине упустить Поэтому помните об этом И точка R2 Жаньгу выступает точкой Которая борется со всеразличным направлением Онемения в области обер Нарушение чувствительности в области бедер С сердечными травмами, ушибами И усталости такие после ходьбы Вот человек устал после ходьбы Ему хочется присесть Почему? Потому что ломит бедра Присядьте, пожалуйста Найдите данную точку Помассажируйте, активизируйте ее Что? Активизируйте данный меридиан Дайте энергии Что? Вашу поясничную область Ваш позвоночный стол И потом опять с новой энергией Куда? В путь Спасибо за внимание Продолжение следует... Продолжение следует...